Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы вместе с вами вспоминаем преподобного Антония Печерского. Преподобный Антоний, моли Бога о нас. Он родоначальник русского монашества. Вот есть такое высказывание святоотеческое, его святитель Игнатий неоднократно вспоминал, свет христианам монахи, а свет монахам ангелы. То есть монахи, они ориентируются на ангелов, а все христиане ориентируются на монахов. То есть всегда есть те, которые идут впереди тебя и на кого нужно ориентироваться. Иначе получается, что у нас нет поводыря, что мы сами по себе и думаем, что все прекрасно, так сказать, мы сами можем пройти этот путь, и тогда это все порушится. А вот когда есть и впереди идущие, то они и указывают нам путь. Христиане ориентируются в духовной жизни на монахов, монахи ориентируются на ангелов, ну а ангелы возводят нас к Богу. И вот на Руси монашество, оно конечно же было уже при крещении, и в первой половине 10 века там упоминаются некоторые монахи, и в Киеве появлялось, но собственно вот как нечто такое духовно прочное, то что дает свои дальнейшие плоды, это преподобный Антоний Печерский. Это тот самый преподобный Антоний, который первый оказывается среди Киево-Печерских монахов, а Киево-Печерский монастырь, он дает дальнейшие, так сказать, вот монастыри, на него ориентируются, поэтому хотим мы того или нет, но все сходит именно к преподобному Антонию, но мало о нем исторических сведений. Очень трудно сказать, каким его было имя до монашества, хотя упоминается, что вроде бы имя было его Антипа, он из города Любич, и известно, что точно вот, точно известно, что он посетил гору Афон, и монашеский постриг он принимает именно на Афоне. Есть еще сведения, что он посещал другие тоже обители, то есть он был в Святой Земле, Палестина, Иерусалим, ходил в Греции, и затем, наконец, на Афоне. А то время, это вообще вот 10-11 века, там что у нас получается, что в то время Византийская империя там была, она просто усеяна была монастырями, и сейчас вот если посетить некоторые восточные вот такие вот места, то можно увидеть тоже множество монастырей, которые находятся рядом с друг другом, и они не такие большие, вот как, допустим, какая-нибудь лавра, обитель крупная, а это могут быть закаменные вот такой ограды, небольшие такие вот дворы, где есть какие-то строения, и все, кто мог в Византии в то время, они создавали монастыри. Что говорить, если за какое-то столетие, есть такие, как раз в тот период времени, из 15 императоров 7 приняли монашеский постриг перед смертью. Считалось так, что монашество — это идеальный образ жизни, а если ты занимаешься земными попечениями, то ты непременно чем-то погрешаешь, и лучше окончить земной путь в образе монашеском, как равноангельном образе, окончательно отрекшись от мира, раскаившись во всех грехах, и уже созидай исключительно свою душу для вечности. Это время преподобного Симеона Нового Богослова и его учеников, то есть это умное делание, это старчество, это внутренний напряженный духовный подвиг, стремление к Господу Иисусу Христу, и вот преподобный Антоний, он напитывается этим духом монашества на Афоне, он принимает там постриг, и оттуда уже благословленный старцами горы Афон возвращается на Русь. Согласно вот некоторым данным, афонский игумен, он благословляет его вернуться на Рудину и там уже утверждает монашество. И вот преподобный Антоний приходит, и вначале он идет в Киев и переходит с монастыря в монастырь, оказывается, уже были монастыри, да. Но, как пишет преподобный Нестор Литописец, что да, вот много есть монастырей, основанных князьями, там, боярами и денежным богатством за счет цены богатства, но не таковы они, как те, которые созидались постом, молитвой, слезами покаянными и бдением. То есть были, конечно, ктиторские монастыри. Ну, ктитор — это богатый человек, который хочет вот жертвовать на храм, допустим, на созидание обители. Это прекрасно. Он не ради себя живет, он не ставит целью жизни какое-то обогащение, а вспоминает про Бога и хотя бы вот так хочет послужить Богу. Но если только вот за счет внешних, так сказать, вот пожертвований, а нет внутреннего духа, то не очень далеко ты продвинешься, а вот те монастыри, которые основывались за счет святости и аскетического делания своих родоначальников, они стали наиболее прочными. И вот это как раз путь преподобного Антония Печерского. Это путь всей Киево-Печерской лавры, а затем и последующих русских монастырей, ибо Киево-Печерский монастырь, он подлинно изначально монастырь Святой Руси, да, это вот сейчас, к сожалению, Украина отделена, и мы переживаем это как трагедию. Вот нельзя разрывать живое тело на части, а тогда все прекрасно понимали, называли эти территории Русью. Вот. Так вот, он обошел монастырь в Киеве, не нашел себе подходящего, и после этого выходит за пределы Киева, и там обретает пещеру. А пещера-то это уже была вырыта до его времени пресвитером Иларионом, который стал знаменитым митрополитом Иларионом в 1051 году. Это тот самый знаменитый митрополит Иларион, который написал и сохранилось на наше время слово о законе и благодати. Лихачев просто вот был в восторге от этого произведения и прочие исследователи. Это же высота мысли и литературного творчества того времени. И митрополит Иларион, будучи русским, не греческим митрополитом, в основном греки приезжали, а этот из русских выбран, Ярославом Мудрым, тот искал, чтобы русские были иерархи. И вдруг такая вот ученость, такой внутренний свет и благочестие. Оказывается, что митрополит Иларион не просто ученый, а он еще и высокой духовной жизни. Он, будучи пресвитером в селе Берестово, он как раз вот находит в лесу вот эту, точнее, начинает рыть эту пещеру, вырыл двухсоженную пещеру, где молился, пел там часы. А когда уже в 1051 году он избирается митрополитом, то пещера пустовала. И вот туда считается, что именно в 1051 году ученые спорят. Неважно для нас, тогда, раньше это было. Но преподобный Антоний Печерский приходит именно в эту пещеру. И там он тоже начинает молиться. Он ведет строгий аскетический образ жизни, питается сухим хлебом и то через день, пьет только воду. Молится. Если кто-то с ним встречается, то всех поражает доброта и смирение его слов. То есть вдруг появился человек, который выше всех человеческих страстей. Ну почему так? Потому что князья постоянно там спорили, раздоры, усобицы, бояре, кто чего, да, и сребролюбие могло быть. Тоже монахи, может быть, некоторые слабенькие такие. А тут вдруг человек, который выше всего этого. И его духовная жизнь, она просто вот как светильник во тьме. И он в то же время, он не просит ни от кого денег. Он просто трудится, молится. И люди вдруг сами начинают жертвовать такому чистому человеку. Ну от кого. И он продолжает дальше искапывать эту пещеру, углублять ее, чтобы были дальше ходы вот эти, да, какие-то отдельные небольшие помещения. И вот через три года таких трудов у него уже ученики. Первые ученики их двенадцать. Вот бывало такое какое-то чудесное совпадение, когда у родоначальника той или иной обители, у него вначале собирается как бы двенадцать учеников по образу двенадцати апостолов у Христа. И известны имена, что был пресвитер Никон, который постригал в монашество тех, которые приходили в печерскую обитель. Также Варлаам, Ефрем. Вот этот вот Ефрем, он затем впоследствии ездил в Грецию и привез устав общежительный. Он переписал общежительный устав монашества. И оттуда вот с Киево-Печерского монастыря этот устав и стал распространяться по Руси. Ну и другие. Потом Феодосий пришел. Вот Феодосий, это, конечно же, особая личность, да. А преподобный Антоний вот уже буквально, повторяем, через три года пользуется таким духовным авторитетом, что даже князь Изислав со своей дружиной приезжает к нему за благословениями, просит его советы, просит его молитв. Конечно, отношение с князьями не всегда вот так вот просто складывалось. Они там спорили. И из-за того, что некоторые бояре хотели постригаться в монахи, иногда князь был недоволен. Но встречаясь вот с кротким старцем в лице преподобного Антония, князь всегда располагался к нему, и он отдал эти земли под обитель, и они роют вначале именно пещерную, подземную церковь. Вот, наверное, не совсем понятно, почему так, что не хватает места над землей. Хватает, да. Но если вы когда-то были в подобном пещерном монастыре, вот просто у меня по маминой линии родственник Иеромона Геронтий, он был вот как раз монахом в таком подземном монастыре, это Оренбургский край, даже тогда, вот в конце 19-го, в начале 20-го века, даже тогда создавались у нас в пределах русской православной церкви пещерные монастыри. И вот сохранилась до сих пор эта обитель и подземный храм, и там такая тишина удивительная. То есть, ни одного звука с внешнего мира туда не поступать, что там даже время, оно как будто идет иначе, то есть, как будто ты с растворяешься с вечностью, находясь внутри вот этого пещерного храма. И такое вот внимательное сосредоточение уже и направление к духовному, как бы отрешение от внешнего мира, что молитва, она сама собой идет из души. То есть, это поиск подлинного духовного безмолвия, вот это вот исихия, исихазм греческого монашества, он и здесь воспринимается на Руси в колыбели русского иноческого жития в пещерской обители. Поэтому такой пещерный монастырь, он как раз особенно располагал к внутреннему аскетическому деланию молитвенному. И вот поэтому поначалу там они и роют вот эти подземные кельи, подземный храм. Потом, конечно, когда много собирается учеников, то оказывается, что все не могут жить под землей. Это не у всякого здоровья может понести, только отдельные затворники. И поэтому появляются уже надземные кельи, потом и надземный храм. Чудесным образом это было открыто преподобному Антонию, и с помощью преподобного Феодосия он благословляет строительство Успенского храма, собора в Киево-Печерской лавре, знаменитого собора. К сожалению, в годы Второй мировой войны он подвергся такому вот удару со стороны фашистских сил, бомбы повредили его. Но в то время как раз шло вот это созидание, и преподобный Антоний, он был именно старцем, то есть духовно руководителем. Он сторонился административных обязанностей. То есть бывает так, что человек, он прекрасный духовник, но он не может быть администратором, то есть входить в какие-то чисто внешние такие, распределять послушание, вести какой-то учет, строго взыскивать с кого-то. И, как правило, в монастырях есть такое вот разделение. Но преподобный Антоний однозначно, вот это видно по первым таким вот главам Киево-Печерского потеряка, он был именно духовным наставником, которым всегда шли за благословением. В том числе игумены у него и спрашивали благословения. И преподобный Антоний, он, когда собирается братья, то уже много, он переходит на соседний холм и там роет новую пещеру, это уже ближняя пещера или Антониева пещера, где в созерцательном делу не пребывает. Он не был, может быть, полностью затворником. В чем отличие затворника от отшельника? Затворник это тот, кто полностью вот никак не сообщается с внешним миром. А отшельник, ну в данном случае преподобный Антоний, тот, кто живет уединенного в отдалении, пусть даже как бы затвор, кажется, он в отдельной пещере, уже это ближняя пещера, Антониева пещера, но все-таки он не прекращал свои отношения с братьями. К нему приходили за советом, и люди тоже могли приходить к нему. И бывало так, что он, допустим, больным людям давал свою простую постную пищу, ну вот кусочек хлеба. Этот больной вкушал пищу преподобного Антоний и исцелялся. И некоторые думали, ну, видимо, какие-то там лекарственные снадобия, а на самом деле это вот молитва преподобного, его благословение и, конечно же, благодать Божия, которая через него передавалась вот этому кусочку хлеба, поэтому больные обретали исцеление. И преподобный Антоний, он живет вот там вот уединенно, но он молится, то есть монастырь скрепляется только молитвой. Если все будут строить, копать, делать насаждения, клумбы и прочее, там деревья какие-то растить, но при этом утратится молитва, монастырь исчезнет. Фундамент монастыря – это молитва, а не архитектура, не какие-то труды, даже не благотворительность, не какая-то социальная деятельность. Это прежде всего молитва, как чистое искреннее общение с Богом. И тогда Господь благословит, и будет вот это вот духовное ядро, такой монастырь, он пройдет через всю историю. Вот это-то и заложил преподобный Антоний Печерский, и потом, значит, Варлаам там, игумен. Из первых учеников Ефрем, который привез устав общежительный, он стал епископом, митрополитом даже, Периславским, а Варлаама забирает князь и делает игуменом другого монастыря. И тут возникла такая традиция, когда один монастырь прославлен святыми людьми, да, то из него берутся монахи, чтобы их сделать игуменами в других монастырях, чтобы вот эти зерна Киево-Печерского монастыря, в частности, посеять в других местах Святой Руси. И когда не стало игумена Варлаама, то братья приходят и спрашивают, кого нам избрать игумена? И преподобный Антоний говорит, а кто из вас более смиренный, более кроткий и более послушный, нежели Феодосий? Ведь он же самый смиренный, кроткий, послушный. Вот его и выберем. И вот это изречение преподобного Антония, это просто удивительно, что игумен должен быть самый смиренный, самый послушный и самый кроткий. То есть он не ради себя принимает вот этот статус игумена, руководство над монастырем, административное руководство, а ради того, чтобы жертвенно послужить для всех. И этот выбор был идеальный, потому что именно преподобный Феодосий стал выразителем именно общежительного монашества. То есть Антоний, он больше тяготел к отшельничеству, к созерцательному образу жизни. Он избирает это место, он собирает первых учеников, и выбор его прочен. Это фундамент для дальнейшего развития всего монашества. Но чтобы дальше укреплять нужен такой вот рассудительный администратор, и таковым избирается преподобный Феодосий Печерский. Поэтому на иконе Божьей Матери, это икона Печерская или Свенская икона Пресвятой Богородицы, на ней изображаются обязательно преподобные Антоний и Феодосий Печерский, как предстоящие Божьей Матери. И вот она их благословляет. И это два таких молитвенника, которые укрепили нашу монашескую жизнь, а через монашество утвердили и вообще утверждают духовную жизнь среди мирян, среди всех христиан Древней Руси. Вот таков был преподобный Антоний Печерский. В каком-то смысле он подобен преподобному Антонию Великому. И прожил он, кстати, около 90 лет. И уже, если не ошибаюсь, в 1073 году он покидает наш земной мир. И дальше вот, на небесах вместе с другими святыми Древней Руси, он молится о нас. Так что будем с благоговением вспоминать его, молиться ему и стараться хотя бы в чем-то следовать его заветам. Вот в частности, вот это правило, на которое он указал, что пусть будет первым тот, кто самый смиренный, кроткий и послушный. Постараемся и мы в своей жизни являть смирение, кротость и послушание, чтобы в лице Божия быть подлинно духовно первыми, а сами себя считать последними. По молитвам преподобного Антония Печерского Господь доустроит жизнь каждого из нас. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok